Ну не то, что забыли, там начинаю разработку, потом Nintendo начинала делать свои эксперименты, они создали Wii, Wii у них захайпилась, на Wii и Metroid плохо ложилась, как концепция игры. Они переместили, да, это гонка. Ух ты, слава богу. Это будет не так кучно. А тут у нас с Педранком, сложность, короче, есть вот в этой категории. А тут не указано, какой они сложности ранить. А руки, скорее всего. Да, он руки сейв, и все, он практицает, и так что руки. Ну, вот такое время, только руки могу поверить, что будет ранить. У нас 99, 30 из 30, то есть у нас максимальный левел с самого начала играли, что это за? Не, это сейв заранее сделан. Это, чтобы не ждать начала игры с не скипаемой катсцены, делать сейв в базе где самус еще такая. С оригинальным сьютом, и все такое, а потом по классике же нельзя ожидать персонажу что-то, что он получил в прошлых частях. Надо как-то отобрать эту игру в готике. Во-вторых, ладно, ты под обломками валялся, а потом и тебя такие отбирают, и все. Да, это жестко. Сразу начинается базовый метроид, скипуф тут не будет, так что тут не будет интересного глича с тем, что мы гличим катсцену первого обучающего босса и проходим всю игру в состоянии сломанного босса до финала практически. Потом лечим катсцену, чтобы все это пройти. Это классическое прохождение метроида без лечей вообще. Единственное, что здесь будет, скорее всего мы взорвем одну шишку. Вот это вот, кстати, боссы кличат в катсцене. С помощью парирования и ухода от парирования катсцена остается активной, и можно очень многое сделать в этом состоянии. Но здесь мы просто убиваем этого босса стандартным путем через парирование, и шотаем все ракетно, потому что они наносят ванхит в один удар. Вот, да, то, что я говорил, шишку взорвем через стену. Вот это вот не считается основным гличом, потому что ничего не меняется, мы просто не обходим. Вот здесь вот тоже самое, шишка взрывается через стену. Это Нинтендо так и не пофиксует, и все. Это единственное, что можно считать гличом, хоть как тинта, потому что единственное, что он экономит, это время, которое мы трафим на обход по кругу. Справа можно увидеть, как мы быстро справляемся с дверь-блокером, который парированием убивается. Первый босс просто стреляем ракетами в лицо. Он, кстати, в невидимости уйдет только один раз, и мы будем игнорировать механику парирования хвоста из-за того, что это долго, лишнее время на анимации. Да и все. Вот здесь вот можно ничего не комментировать, можете просто смотреть, тут все понятно классическими твой. Не знаю, наставку надо открыть в чат. У меня какие-то флешбейки из Bloodstained, Ritual of the Nights, будто один и тот же рабочий, который занимался. Там вот когда бьешь по врагу, вспышки происходят, там то же самое. У них дожег один, что ли, у этих игр? Не совсем позже. Это гейм-дизайн. Как, Metroidvania же, почему она так называется? Потому что, что Castlevania, что Metroid изначально принимал участие один человек в Кодзи Игараси, и Кодзи Игараси и Ваня, альтернативное название этого жемра как такового, потому что он родоначальник по факту вот этой вот системы всей. И Bloodstained, Ritual of the Nights, Кодзи Игараси делал на Кикстарте. Так что игра Кодзи Игараси, вот этот вот Bloodstained, что... Bloodstained, вот, Курсетов Замут, по-моему, в две части, которые вот совсем классические, пиксельные, и Ritual of the Nights, который не пиксельный. И получается так, что у нас... Что? Он разрабатывал... Ritual of the Nights, из-за этого есть очень большое сходство со всеми метроидваниями. По факту это он родоначальный жанр, но все еще теми же аспектами. Так, ставку закрыли, ребят, если что, чат возмущается, потому что можно было все еще вкладывать пузырьки в ставку, а ставка-то что? Неактивная, исход был понятен, поэтому извините, ставку не закроем. Вот вам, новая ставка, можете ставить. Дикольно, а врагов почти нет. Удобно. Ну, они есть, но мы их не видим. Да? Потому что мы можем выстрелить в направлении врага до того, как он появится на экране, из-за того, что структура игры сделана так, что все локации, на которые мы попадаем, сразу прогружены, а ракеты не имеют ограничения полета. При условии даже того, что мы стреляем за границей экрана, они пролетят туда. Если там, условно, враг находится, они у него попадут. То есть часть врагов мы можем убить вообще до того, как мы их увидим на экране, и вторая часть, как гофт настолько слабая, что вот взрывается от пары выстрелов. Поэтому, когда раннеры бегут, условно, стреляют в каком-то непонятном направлении, непонятно зачем, это как раз таки связано с тем, что они делают. Вот слева, кстати, сейчас был виден скип, это не глич, это механика игры, так работает. Мы немного сэкономили время, потому что надо снова обходить, но это не глюк. То есть это именно расширенная техника движения, где вы должны отпрыгнуть от стены в правильное время, чтобы допрыгнуть. А, я тут думаю, что за рассинхронное это у нас получается, один раннер так сильно отстал. Сейчас мы с тобой, Джериха, проверим мое правило, потому что каждый раз, когда на меня выпадают гонки по метроиду, они кончаются первые пять минут. Гонки, потому что кто-то из раннеров умирает, и мы начинаем с одной стороны экрана смотреть повтор того, что было с другой стороны экрана. Ну, правый раннер обогнал за счет вот этого трюка, где там скатываться надо было, у него мусор получился. И все. Я не знаю, тут есть возможность догнать миссию от игры. Это гонка по метроиду, если вы ошибаетесь один раз, у вас все... Если он убрет, конечно, его догонят, если... Ничего не спасет. Объективно, в гонках по метроиду всегда одна и та же проблема. Если есть большая разница в навыке, вы можете это заметить по движениям раннеров, потому что чем больше разница по времени на борде, ну, больше разница это минута от навыда буквально, это значит, что человек за эту минуту условно прыгает на какой-нибудь стук быстрее, то есть он начинает, точнее двигаться. Это вот главное различие спидранов метроида. Это вот, если поговорить про спидраны, которые ты знаешь, вот в финалке. Кто у нас? Седьмая есть, да? Там же разница довольно-таки большая, хотя вроде в игре есть рандом. Да. Но навыки заключаются в компенсации этого рандома. То есть, да, многие раны заканчиваются ресетами, но там некоторый рандом же можно компенсировать. Ну, седьмой скилл вообще решает сильно, там надо очень много лет ранить. И ты, если много лет ранишь, то ты визию прыгаешь, что вот человек, который максимум там год ранит игру. Легко. Даже при условии рандома. Здесь то же самое даже. Если бы боссы выдавали лучше РНК, ты никогда не компенсируешь разницу во времени, созданную передвижением по карте из-за того, что большую часть времени в метроидах мы тратим на то, что... Ну и Метроид Ваня вообще. На то, что мы ходим по локации, потому что изучение локации это основа геймплея этих игр. И здесь вот даже базовое вот парирование, вот справа вы могли видеть, когда он делает рывок, вот парирование вот это проходит, оно ускоряет у нас на движение вперед. Если его в правильные моменты делать, вы условно слетаете с уступа, не наступая на уступ. То есть Самус не получает небольшого замедления относительно того, чтобы игрок не сводился с уступа. И вот эти вот, например, вот Джаст Нейзн слева вот не мог запрыгнуть наверх, сразу это вот тактики оптимизации, которые очнили Синдаров. Решают на времени. Огромную разницу создают. Ну в этой категории у раннера справа первое место на лидерборде, а у раннера слева третье. Возможно, он эту категорию лучше знает, но больше ранил. Там первое место, по-моему, в Ноязаки, он японец. Там он, по-моему, во всех категориях первое место держит. И там разница больше. Вот именно вот в этой, Рокки, Глич, 100% у раннера справа первое место. А, стоп, это 100% категория, да? Да. Да-да-да-да-да-да. Ого, погни. Я вижу, что 100% руки у НМГ тоже на Азаки. Там 1 час 43 у Азаки. Там у Скотти Ви. У Скотти Ви там шестое место, и у Джастин за третье. Категория-то правильно, 100% НМГ, да. У Скотти в Гличлсе. Именно в Гличлсе я нажал. Да. А тут НМГ. То есть мы не используем Гличи, которые ломают полностью игру, но используем моменты, которые такие вот, типа взрыва шишки, чтобы не отбегать все это по кругу. Да-да-да-да. Там просто в Гличлс категории 5 минут, по-моему, разница. То есть в Гличлс мы что-то используем все-таки, да? А в Ноу Мейджор Гличлс мы используем вообще ни один Гличлс. Да. В Гличлс там... Если посмотреть, там Гличлс рам дольше идет. Скорее. Но это 5 минут разница. Вот здесь. 5-10. Какие-нибудь небольшие, потому что в НМГ нам запрещено использовать самый страшный Глич. Это вот смерть в кат-сцене условно. Это то, что в других играх понятнее, чтобы было объяснить. В других играх мы можем, например, как в Dark Souls, чтобы вот наглядный пример был, мы можем запустить Death Trigger кат-сцену, где мы ходим в Death Trigger. То, что мы умерли, якобы, игра думает, но мы все еще ходим. Из-за этого игра не подгружает текстуры и локации. Но в Метроиде мы же не можем получить такое вот состояние, казалось бы, в котором мы мертвы, и игра что-то не подгружает. Она все равно все подгружает. Но раннеры нашли способ, как сломать кат-сцену первую, вот, которого я говорил, босса которого мы парируем, быстро ваншотаем, так, чтобы он не умер. И мы смогли пройти мимо него. То есть мы не запускаем эту кат-сцену, вызывая гличом того, что там либо ее обходят, либо облагают эту кат-сцену. В версии игры зависят варианты этого глича. Но смысл в том, что после этого игра такая, минуточку. Игрок все еще не завершил обучение. Следовательно, у него какой статус? Статус нулевой. Он не получил статус прохождения обучения вот с этим вот мини-боссом и прохождения дальше. То есть все следующие триггеры в игре работают вообще не так, как они должны. У Метроида есть огромное преимущество. У него есть сайт, который содержит себе информацию вообще по всем, вообще по всем Метроид спидраном. По-моему, Метроид 2000 называется, да? Что необходимо? Вау. Чтобы не обмануть. Да, Метроид. Рано и справа впереди. Причем прилично. Но его награды еще могут, он скорее всего может умереть на паре боссов, любят троллить. А так, Метроид 2000 сайт можно найти в интернете, там информации по Метроидам много. Все ресурсы, дискорд чаты, все что вы хотите узнать, хаки Метроидов. Можете смотреть за правым раннером, если пропустили, смотреть за левым, как повтор. Да, 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 это мое проклятие. Это классика. У Метроидов вообще очень такое комьюнити дружелюбное, там всегда есть гайды вообще на все. Люди выкладывают на SRK. Ну там раннеров много, да? Когда много раннеров, обычно все есть. Ну это тоже, знаешь, есть такие ранны, в которых написать гайды просто невозможно технически из-за того, что там условные. Финалка там 10-20 страниц гайда надо писать. Обычно такими занимаются. Ну хотя он есть наверняка в полной. Нет, там все GRPG гайды есть. Есть? Много страниц, да. Я просто за этот Fire Emblem знаю. Там комьюнити тоже такое здоровское. Я как-то подумал, что мне лень перепроходить Fire Emblem. Я пошел на Speedrun.com, открыл гайды, там вот походам написано, какой юнит брать, куда им ходить, какую кнопку нажимать. У GRPG все гайды. У GRPG все полетели. Там каждый код прописано, что тебе нужно нажать, чтобы победить битву. И еще несколько развитий событий, которые могут отличаться. Да. Там суперзадресские гайды. Ну вот у Metro это такие же, если вы зайдете на SRK Speedrun.com. Там есть двухлетний даун достигает NMG Route. Он если что не поменялся, потому что NoMajorGlish предполагает, что вы не используете гличей. Там есть оптимизация, их можно найти, если хочется, на YouTube каналах раннеров. Ну там вот буквально весь маршрут нарисован, откуда куда бежим, что активируем и что делаем. И гличей-то тут не описано, которые требуют какого-то навыка или сноровки. Это в основном именно передвижение. Оптимизации боссов идут через гайд на Boss Rush, если что. И учить ранн не так сложно. Скорее, это огромнейшая проблема в навыке раннеров. Но это именно не то, чтобы проблема как таковая. Если хочется, можете выучить. Но это проблема с тем, что вам действительно сложно играть в метроидов. Вот сейчас вот, кстати, у вас справа акцентирую внимание. Мы выстрелили сквозь стену димом. Это в гличтах с категорией, по-моему, запрещено. Но это тоже могли разрешить. Я не смотрел за гличтласс категорией с момента релиза из-за того, что весь интерес к гличтласс категории заключается в том, что игру максимально быстро изучают и раутят, пока нет никаких гличей, раннеры в начале, из-за того, что гличей нет и понятно, что вы делаете. Правила не изменятся, ваш ран не поменяется, никаких правил не нарушаете. Вы просто ищите максимальный оптимальный маршрут для гличтласса. А потом, как только проходит пару месяцев, появляются первые гличи и скипы. Почти все раннеры увеличились, и в целом метроидов уходят именно в скипы. Вот сейчас вот слева, кстати, начинается скип, который может позволить компенсировать раннеру справа время. Заключается в типичном мувменте метроидов. Мы прыгаем от стены. Слева опять не получается. Да. А, стоп. Я думаю, наверное, все получилось. Заключается все в том, что надо вверху в правильный момент нажать мили парирования, которое нас немного вперед толкает, инерции дохватает, чтобы мы зацепились вот за маленький фрагмент экрана, на котором у нас висит, как называется, стена, бокс. В общем-то, кусок стены, который игрой считается достаточным для того, чтобы саму смогла от него отпрыгнуть в сторону другого уступа. Поэтому это не глич. Это вот все еще... Да хочется сказать Extended. Расширенное. Расширенное передвижение игры. Вот так вот. Увеличенные возможности, повышающиеся от вашего навыка игры в игру, потому что на начальных этапах вы вот этот трюк вряд ли повторите, из-за того, что он действительно очень сложный и требует очень таких больших стараний, чтобы улучшить время нажатия клавиш. Еще мне, кстати, всегда интересно, на чем играют раннеры, из-за того, что я точно знаю, что некоторые на оригинальных свитчах играют, которые... Два отдельных стика. Я всегда проезжаю с таким людям, которые могут на оригинальном свитч-стике проходить Metroid. А он неудобный? Я не сказал бы, что он неудобный, но у него стик, вот именно стик, который отвечает за перемещение. Он такой вот... Он маленький, и из-за этого сверхчувствительный. Ты вот буквально чуть-чуть проявил лишние усилия, и все, ты увидел. Поэтому такие вот точные вещи, мне кажется, сложно на нем делать, но я видел раннеров, которые на нем все проходят. Тот же самый этот, Super Mario Odyssey с типом шляпы. Это ж такое началось, как только шляпа появилась, там такие люди появились, ух. Этипичная комьюнити Super Mario, которая исполняет ужасные вещи. Да, в Mario за доты жесткие, так же, как и в Donkey Kong'е. Миллиард лет игра существует, миллиард задротов на каждую игру, которую выходит. Да, ну Super Mario Odyssey, потому что, как ни странно, не очень далеко ушел от Super Mario Bros. по концепции перемещения. Там появились увлеченные прыжки на шляпах и всем таком, но это все было похоже в Super Mario Bros. 2, и где там уже Mario енот появился. Там уже такие же техники были, потому что там надо было прыгнуть на какого-нибудь противника от него, отпрыгнуть на другого, запустить ракушку, по ракушке попрыгать по шипам и так далее. Да, кстати, вот кто-то говорит, что на файт-стиках кто-то ранит. Это есть такое, видел такую практику. У Metroid 2 они в комьюнить некоторые раннеры, файт-стики. Думаю, все видели хотя бы раз. На аркадных автоматах такие большие стики рычажные были, с огромными кнопками, вот на таком тоже Metroid Dreads. Вопрос, а надо пояснять про сюжет Metroid Dreads или не надо? По идее, надо рассказать что-то про сюжет Metroid Dreads, но он вроде был на скольких марафонах? На пяти? На шести? Он каждый раз появляется. Не, а не всем пофиг. Добрый чат. Если кратко, Samus прилетела на планету, где ошиваются чёзы, здесь на планете живет мега-крутой вирус, живое существо, как угодно называйте, которое копирует живые организмы. И, в общем-то, из-за того, что мы условно убили Metroid Dreads, мы убили естественного врага этого организма, и вот началось всё свертелось. В общем-то, чиним то, что сломали, да. Вообще, у Metroid Dreads большие проблемы, вслух. Они называются Одна игра с 15 лет. И переиздание одно. Так мы же подружились с Metroid Dreads. А это мы подружились с Metroid Dreads, но что с ним стало, это вам другие Metroid Dreads, которых не так много. На деле, сколько игр в серии Metroid? Давайте попробуем по пальцам пересчитать. Это оригинальный Metroid на NES, Super Metroid, который продолжение оригинального Metroid. А что там дальше было? Metroid Fusion Zero Mission. Два Metroid, которые трехмерные. И Dreads. 7 Metroid за... Сколько серия живет? С 87-го, 80... С 86-го года. Готан, 23 тысячи лет. 37 лет игровой серии, и 7 игр в серии, это как-то, да, для сюжета плохо. У Скотти сейчас очень просто прошел файт с Эмми. Здесь самое большое различие вы увидите у Джастина, скорее всего. Я думаю, он покажет нам, чем различаются эти файты у первого, у второго, третьего, четвертого и так далее мест, потому что Эмми самый неприятный противник, потому что он выполняет здесь роль Немезиса из Резидента. Он преследует вас и неубиваемый. Вот, не совсем, как вы видите, его убиваемый. Но для этого надо достигнуть определенной точки, в которой Самус заряжает бластер от внешнего источника энергии в виде повторяющегося мини-босса. И нам надо расплавить сначала внешний каркас брони вот этими вот выставленными прямо в лицо. Shoot me in the face. In the face, как было в Borderlands. Втором, по-моему, квест такой был. И вот этот вот момент, когда мы должны расплавить внешний корпус брони, самый опасный, потому что Эмми нас он шотает. У нас там очень маленькое окно парирования, даже раннеры его не могут выполнить. И вот мы достигаем момента, в котором можно ошибиться, потому что если он хотя бы раз промажет, то у Эмми не пройдет полностью нагрев внешнего корпуса, и мы не сможем добить его лазером. Получается, нам придется отбегать и заново стрелять, и за это время он успеет довольно-таки сильно охладиться, из-за чего придется переделывать часть этого сражения. И в начале это очень сложно из-за того, что игра рассчитана так, чтобы вы не успевали его убить за первый цикл. Даже если знаете откуда появляетесь, это вот очень такой точный и тонкий тайминг, где вы должны постоянно отслеживать движение Эмми. Мы получаем 10 долларов от Джей Ин, говорит, что большие улыбки Джастин и Скотти, давайте посмотрим, что это интересное рейс. Мы, получается, играем за девушку, а она вот в этом костюме? Да, сам Мусаран. А как она в шар превращается? Мурбол? Скручивается? Ну чё, это же этот костюм чё за? Какая-то краска. Так сильно. Ну, не так сильно. Есть же этот, фанаты Метроидов. Можно поискать косплеи и акробатов, которые так делают. Просто интересы ради. Сворачиваются в шарик и катаются. Так что плюс-минус нормально. Единственное, это не очень удобно, я думаю. Но откладывать бомбы, это тоже так. Интересный метод и вещей. Это в Метроид трёхмерных. Интересно реализованная механика шара. Мы переходим на третье лицо и видно, как сам Мусар катается идеально в шарике. И это интересно. Как у него голова не крутится, в шаре крутится, с нормальным темпом. Причём все части, у нас на всех частях только один, то есть наша девушка, да? Да, только сам Мусаран. И в каждой части она в какой-то причине, блин, ломает свой костюм. Но вот то её Метроиды покусают, то её пираты побьют, то её какой-то неизвестный вирус покусает. То она, блин, Метроидом станет. Я не знаю, что они ещё придумают. Для разнообразия можно было добавить в каст других персонажей. Да не очень им нужно, у вас 7-ю игру за 30 лет. Это, знаешь, если бы в Final Fantasy каждый раз были с одним и тем же персонажем, были бы вопросы, потому что сколько? 15-16 номерных частей, только номерных частей. И там, если бы 16 частей один персонаж был бы, да, были бы проблемы. А тут 7 игр за 30 лет. Так, я бы на самом деле ещё раз на её приключения посмотрел, что-нибудь новое, например. А так, есть этот, Dark Samus ещё, как вариант. Но, вот я не знаю, Nintendo срубит огромнейшие бабки на фанатов, я отвечаю вам. Я буду одним из них, кто первым же купит любой Метроид, в котором будет главной героиней Dark Samus. Вот это вот будет топч. Прям сразу же. Ну, потому что интересно же, что там делает Dark Samus, пока Samus тут бегает. Из-за того, что мы чисто технически-то знаем, что Dark Samus сейчас жива, условно, без внешних факторов. То есть, она жива ещё, Лорна. И чем она занимается, непонятно. Мы вообще не знаем, как себя ощущает Dark Samus и кем она является. Потому что, чисто технически, это не живое существо. Из-за того, что она там создалась с отдельным методом мутации, клонирования, эц. Что нам не объяснили до конца. Но мы точно знаем, что Viras Youth скопировался. А поскольку Viras Youth скопировался, это разработка Чоза, с точки зрения сюжета, она должна быть саму стара. Из-за того, что костюм Чоза, который у нас, работает только с нами, из-за того, что Чоза его создали специально для нас. А учитывая то, что вот здесь вот по сюжету происходит с Чозой, мы чётко знаем, что их костюмы довольно-таки сильно привязаны к ДНК. То есть, это должна быть саму. Но память-то её, по идее, не скопировалась. А, у нас, кстати, справа уже босс Crank. Я, кстати, всегда забываю, как его зовут. У меня плохая память на именно боссов. Тактика с ним довольно-таки простая во второй половине, потому что он начинает нас атаковать в верхней точке. И мы можем легко его спарировать. Единственное, что нам мешает, вот выстрел. Вы вот, кстати, могли сейчас видеть просто суперпрофессиональный момент, где Скотти сэкономил одну ракету, перестав стрелять в момент, когда в него летит вот этот вот кусок мусора, в который у нас кидается. И выстрелил в него обычным лазером. Чтобы его отбить, поскольку они ломаются обычным лазером очень легко, он сэкономил одну ракету. И если вы думаете это немного, то в Энни-проценте количество ракет недостаточно, чтобы добить его за один цикл чаще всего. И вот такие вот моменты в Энни-проценте позволяют быстрее убить босса. Там сэкономить ракету, прийти сюда с меньшим количеством, компенсировать условно то, что вы сюда дошли не с тем количеством ракет. И это прям огромная разница. Джастин, кстати, Скотти догоняет. И пересматривая бой, вот посмотрите вот именно на куски, которые летят в нас. Потому что вот эти вот куски, которые в нас летят, они съедают запасы ракет. Если в Энни-процентах это вообще не важно. Вот, кстати, Джастин тоже сбивает с помощью обычных ракет. Это вообще не важно. Из-за того, что у нас базовый запас ракет больше, мы поднимаем улучшение на ракеты. То в Энни-проценте это важно. И вот эти вот моменты, когда Рану успевает принять решение относительно того, стрелять ли ему в этот кусок, попадет ли ракета, не попадет. И он еще четко знает урон, который нужно нанести. Потому что он не стал сбивать вот следующий фрагмент, потому что это потратило бы немного времени. И продолжит стрелять ракетами, потому что он знал, что его добьет. И этот фрагмент, атакующий его, не долетит до него. Ох... 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 любой формы жизни. Буквально, вот так вот и сформулировано примерно. Вытягивают жизнь в любой формы жизни, поэтому они очень опасны. Нам мешают космические пираты, метроиды. В первой части мы их побеждаем, но спасаем одного маленького метроидика. И этот маленький метроидик хороший, потому что дальше оказывается, что метроиды не такие-то и плохие, это просто местная форма жизни, которая тусовалась и сдерживала рост другой, более опасной формы жизни, потому что была естественным врагом. И уничтожив метроидов почти всех, мы дали другой форме жизни приоритет. Она начала жить мешать и все по классике. Вот сейчас у Скотти был интересный момент с тем, как манипулируется поведение сами Эми, вот этих вот роботов клевых. Они разного цвета в каждой локации, потому что их сюда отправили по сюжету для контролирования распространения местной заразы, но их, как вы понимаете, успешно взломали и они стали против сам усвоевать. Вам в этот вот момент надо не попадаться им в бонус видимости, потому что они сразу вас хватают, врубается условная тревога и они начинают вас очень серьезно преследовать, даже между комнатами, что очень неприятно. Поэтому вы всеми силами передвигаетесь так, чтобы когда они вас услышали, они пошли на точку, в которой вас слышали движение, то есть они всегда идут на звук. И в спидране нам невыгодно как бы от них убегать, прятаться, избегать движения, поэтому почти всегда в комнатах, в которых обязательный encounter с ними, мы просто с ними не пересекаемся по той причине, что раны двигаются настолько быстро и знают куда бежать, что точка, от которой пришел звук для этого робота, является уже слишком поздней, потому что на момент, когда он начинает первичную реакцию на поиск Самус в этой комнате, мы уже переходим в другую локацию, он остается в них, то есть он не продолжает поиски и не отслеживает наше перемещение условно между комнатами, он быстро нас потеряет. Икс-паразитов во Фьюжн не были, да, это как раз таки те клевые ребята, которых поедали метроиды. Возвращаясь к сюжетам метроидов. У нас действие это происходит после Фьюжн, метроида вот в этих, и паразитов Икс-то мы уничтожили. И вот эта вот планета, на которой мы, это планета, с которой был сигнал условно о том, что вот эти вот паразиты еще живы и так далее, вот эти вот Эми, которые ходят в роботы плевенькие, должны были исследовать все и разведываться. Как вы понимаете, что нифига не так? Прибыв сюда, воин Чоза появляется, а Чозы вымерли, насколько мы знаем, из-за чего мы проигрываем. Костюм повреждается, функции отключаются. И, в общем-то, мы возвращаемся на эту планету уже побитыми. И заново собираем вот эти вот улучшения. И получается, что... Как это называется? А что по-русски? Я не помню. Ученые. Помню. Ученые. Вот все, которые пытались вспомнить. Ученые создали метроидов-то специально. То, что они должны были охотиться на паразитов Х, которых мы не так давно уничтожили, но вышли из-под контроля. И поэтому, объединившись, они как бы решили уничтожить метроидов, потому что... Ну, блин, мы тут одну проблему пытались решить, а другую создали. И началось классическое внутреннее разделение. Появились Чозы, которые хотели их использовать, ребят, которые не хотели. И финальный босс у нас будет как раз-таки один из воинов Чозов. Когда мы до него дойдем, я Лорну интересно расскажу про то, почему он такие атаки использует. Из-за того, что в Том-Юмите хороший документ накопало. Про лор... Ну, как накопало? Напридумывало. Я вот так вот скажу. Напридумывало. Потому что... официального лора то у игры нет. Почти все, что мы знаем, это вот куски документов, разбросанные части, и в целом общая информация про мир игры. А вот комплексного сюжета у нас нет, к сожалению. Ну, да. Так что, да. Дредд, это такой... заполнитель, что ли, который должен был между четвертой частью выйти, но из-за того, что Nintendo, как я говорил, переключалась на Vii, внутренние студии разработчиков туда-сюда перебрасывали, игра задержалась на тору 10 лет. Так. Подняли флеш-шифт. Какой-то навык новый. Вот у нас есть навыки. Крюк там недавно мы тоже поднимали несколько назад. Это стандартные апгрейды. То есть они из игровых крюк, да, одинаковые? Ну да, из одной тоже. Тут флеш-шифт, это вот дэш, который мы используем классический. Крюки каждый раз одно и то же, это магнитный крюк, позволяет нам цепляться к определенным поверхностям. Обычно это... Ну как, есть два варианта. Первый, это отдельный крюк, который позволяет нам условно ходить по поверхности, как в Metroid, в трехмерном. А есть те, которые являются апгрейдом для Morph Ball в основном, и мы можем ходить только в Morph Ball. Это вот от серии к серии немного меняется, но смысл одинаковый. У нас всегда появляется в качестве апгрейда Morph Ball, цепляние к каким-то стенам, то есть магнитный и прочее, что позволяет нам перемещаться по стенам. И, обычно, обычно, у нас отсутствует, ну, в первых частях, полноценная способность, это возможность захватиться за край уступа, и она разблокировалась в одном из метроидов. По-моему, в первом самом, если я правильно помню, разблокировку способности, потому что первый метроид я не видел очень давно в качестве спидрана. или мы будем делать тебя чувствовать немного. Угу. Итак, у тебя есть стик, и под углом стрелял в воздух. С места нельзя, что ли, под углом стрелять? Нужно обязательно в кишке? Нет, можно. У тебя стик... Четырех... Как? Как стик, вот, на аркадных стиках движется. Ты не можешь, как бы... 360 полноценный, вот, совсем уж легко сделать. Но вот сейчас вот, например, целится справа. Вот свободное движение стика во все стороны. То есть, обычно прыгают около каких-то сегментов, секций. Сейчас дойдем, я даже посмотрю. Я тут хочу посмотреть важный момент. Апгрейд метроида первого, потому что хвататься за уступы, это не то, что к чему пришли сразу. Это появилось со временем. Ну, вот Раннер догоняет слева, это хорошо. Они друг друга мониторы видят. Соответственно, может быть, напряжение хоть какое-то появится у Раннера справа, который впереди бежит. Он подумает, блин, он уже догнал меня, я буду торопиться. Нужно быть в концентрировании. А, возможно, из-за того, что он увидит, что его догоняют, и начинает продолжать из-за стресса. Хотя, наверное, он все-таки максимально железный, и уже не чувствует ничего. Прикольно скилл, зарядили шары, взлетели вверх. Вместимость энергии увеличили, плюс 100, рано справа взял. У нас есть шкала энергии, вот, плюс 100, вместимость. Какой-то апгрейд, спидбустер, ускорение скорости, рано слева взял. И мы можем его поставить, впрочем, он находится, впрочем. У нас начинает костюм светиться с турбинами сзади, это, наверное, ускоряет скорость передвижения. Либо мы можем, вот, как рано справа, сделать этот шар, зарядить, взлететь вверх. Может быть, это спидбустер. Если так, то, наверное, надо по всем апгрейдам пройтись полноценно от Thread. Я не буду, наверное, быстро перечислять, давайте что-то я расскажу. Предположим, стучать ее. Никто никогда не знал, что такое метроид. И надо рассказать, что такое за апгрейды есть, да? Пойдем на спидбустер и почтнем с основы. Charge Beam, это заряд кушки, которой пользуются раннеры для того, чтобы нанести больше урона в начале игры. В Thread я на этом внимание не акцентирую, потому что в предыдущих хейнтроидах это очень важная механика, поскольку там апгрейды тройного бима, вот этого, в котором сплитнуты, появляются не сразу, из-за чего дэмэдж при чарже гораздо выше. А здесь у нас это довольно-таки рано открывается, поэтому не так важно. Его используют для получения урона. После этого у нас получается магнит, который мы получаем, вот этот вот крюк, про который ты говорил. Вот это вот не магнит, это отдельный модификатор, который позволяет нам эти, так сказать, магнит. Это примагничивание к синим платформам, которые в этой части отвечают за наше перемещение вертикально-горизонтально, позволяют вскоре замедлить нам его. У нас есть инвиз, которым мы не пользуемся, кроме сюжетного момента, поскольку он предполагается для прохождения некоторых дверей, чтобы система защиты комплексной не видела, например, что мы туда идем, и мы по инвизам проходим. Плюс в инвизе мы можем проходить мимо Эмми. White Beam, вот это вот как раз-таки то, что мы видим, это вот этот вот тройной луч. Он, как ни странно, дойдет тройной дэмэдж. То есть вещь хорошая, увеличивает урон, скорострельность и вот это вот позволяет открывать широкие объекты. Вы можете видеть, периодически мы стреляем в такими местах, где такие три точечки. Этот красный под White Beam. Morph Ball классический вы видели. Vaira Suit, который мы получаем, это апгрейд костюма Samus, он в каждой части, по-моему, называется Vaira Suit. Он у нас защиту от внешних факторов воздействия на Samus дает. Диффузионный луч, как апгрейд. Мы, кстати, его подняли. Отдельно еще поднимем Diffusion Beam. Он позволит нам простреливать через стенки. В буквальном смысле мы будем сквозь них стрелять. Бомбы очень важная вещь для перемещения в игре. Потому что в старых метроидах его вообще очень часто используют для густинга и срезов. Мы тут, кстати, этого не видим, вот обидно. Потому что у нас, как это называется, увеличилась категория практически NMG. И мы не можем сокращать некоторые моменты. Флэшшифт, это... Вот то, о чем ты говорил. Это такой аналог... Дэшер вперед. Не дэшер. Это такой... Флэш... Ну, не нужно... Как Флэшифт перевести на русский? Вот официального кем-то перевода нет. Это смещение... Ну, смещение вспышкой. Ну, смещение вспышкой. Вот так. Он позволяет нам перемещаться на небольшую дистанцию вперед или назад, продлевая наш момент движения вне зависимости от того, находимся мы в воздухе или нет. Что позволяет нам дополнительно перемещаться в рамках локации и продлевать действия. Спидбустер, который мы подобрали, у нас влияет на то, что Самус получает возможность делать такой вот... Я люблю тебя, Мигель. Не дэш, пек. Я вот так вот назову. Это такой чардж-рывок, который позволяет нам пробивать некоторые объекты специальные. Типа коробочек вот этих вот, которые мы расстреливаем. А то, с помощью чего мы перемещаем вот эти вот объекты квадратные, это... Крапл бип. Позволяет нам таскать на себя вот эти вот боксы. Супер-ракеты у нас еще появятся. Что у нас еще ранее? Ледяные ракеты должны появиться как апгрейд. Спейс-джамп. Гравити-сьют. А, скрю-атак еще он будет в качестве основной техники атаки в один момент. Это модификатор, который позволит Самус во время прыжка вперед делать рывок, наносящий урон в виде шарика. Красивая атака, хорошо и выглядит. Ну и пауэр-бомбы, которые будут прямо-таки супер мощными. Потому что они будут всю локацию прямо-таки взрывать. И они будут основным источником зачистки для некоторых спинрансекций. Вот так вот. И это вот основные модификации костюмов Самус, которые мы восстанавливаем из тех, что мы потеряли. Я не могу понять, почему у раннера справа 100 ракет, а у раннера слева 86. И если они все пауэрапы собирают, почему у раннера слева так мало ракет? Да. Да, да. Да, да. Максимальный ракет. Да, максимальный ракет. Он даже сотку набрал. В тот момент, когда раннер пробовал сотню. Джастин, счастлив, чтобы увидеть мою любимую категорию GDQ. И, Джастин, ты можешь выбрать 100. 99? Это 90, а у раннера 102. Справа. У меня просто стрим настолько качественный. Лоу-квалити? Да. Ну, у меня именно с нашего дискорда трансляция. Ну, я так же смотрел. А, он правого раку, скорее всего пропустил. Либо еще не дошел до него по времени. Что? Как это произошло? Мне кажется, он пропустил Power Up. Это точно так же. Так, это было, что называется, на планетах одни и те же модификации лежат в статуях. Это, кстати, как ни странно, самое логичное, что можно пришить к лору, потому что фанаты это легко объяснили, из-за того, что это все модификации Чоза, а это базовый набор их костюмов. Но я говорю, я в финале поспальдерю немного, потому что мы будем сражаться с одним из воинов Чоза, который практически настоящий. Я, в кавычки, беру практически, потому что там все-таки есть влияние местной фауны на него, и он не совсем, как бы, чтитный воин Чоза. Но смысл в том, что у Саму с костюмом Чоза, а костюм Чоза просто модифицированный костюм Чоза специально для человека, потому что Саму с человеком. И модификации, которые она собирает, это просто обычное расширение стандартного костюма Чоза из-за того, что вот, вот слева, например, вы видите сейчас, это же солдат Чоза в какой-то степени. Более такой отсталой версии костюма, зараженный и все такое, но это все еще около солдат Чоза. И он на нас использует стандартную дэш-атаку, которую Саму с используя для парирования. То есть все это external слоты, платы расширения, модули расширения возможностей. То есть всегда сохраняется базовая функция костюма, а это поддержание жизнедеятельности и обеспечение защиты владельца. Все остальное, типа боевых функций, это лазербим всегда остается с Саму с, то есть это три базовые функции, после чего идут экстренности. Тупо ракета, вот, рано слева взял ракету, и у него все равно ракет меньше. Он недавно только что рано справа брал ракету, у него две. Ничего страшного, даже если он пропустил какой-то модификатор. Так это не идет в процент, что ли? Нет, это идет. Даже если он пропустил, я говорю, он это нагонит, потому что по пути по рауту будет, скорее всего, место, где он его взял. Вряд ли он... Я просто, видишь? Я научился на свои ошибки комментировать и там рано пропустил одну феечку, которую надо было собрать. Я это заметил и говорю, что ран нелегитимный. Как бы, все, все кончено. Он потом такой, ой, в самом конце, я забыл одну фею. Пошел и собрал. Все нормально. Так что ран можно сделать эдитимным, это не будет случай, как с Star Wars. Какой? Вот сейчас два новых Star Wars есть. Проджедаек, первая часть которой, я не помню ее название. Она была на 100% категорию на одном из марафонов, и там рано забыл подобрать одну штучку, и у нее в конце было 99%, он завершил ран и ран нелегитимный. Я не знаю по поводу глючитного, которая последняя выходила. Ну вот, которая последняя была перед ней. Last Survival, вроде, называется. Ну да, Last Jedi, может быть, называлась что-нибудь такое. Предположим, я не помню название первой части, вот там вот нелегитран был на 100%. Там просто, знаешь, есть 100% ран и игр, которые интересны, смотрите, есть 100% ран и игр, в которых ты задаешься вопросом, как так? Вот там вот была вторая категория, потому что там почти вся игра в ООБ проходит. ООБ довольно однотипные, так что неудивительно, что раннер пропустил что-то такое. Бывает, это огромная концентрация, вот кажется, что там человек делает, он просто в текстурках хлипается, прыгает куда-то, что-то делает такое однотипное, а там оказывается на самом-то деле огромная концентрация у человека должна быть. Потому что мало того, что он должен помнить, где находятся все предметы, он не должен забывать их поднимать, и он должен делать этот личный ООБ вот каждый раз повторяя одно и то же, чтобы достичь, казалось бы, того же самого результата. Это огромные усилия требуют от раннеров. А есть вот категории по типу Метроида, NMG, где вот вы видите, что происходит, особо скипов нет, вы вроде в ООБ не ходите, и понятно, что гриндит раннер, например. Сто процентов, да? Но Мэйджи Глитч из категории. Ну и клон-гонка. Ну как? Ну как? Я не знаю. Там ставка у нас закончилась, да? И больше ставить не можно. Это здорово. Потому что гонка, скорее всего, закончилась, если на то пошло, потому что раннер слева догонит Скотти только если он умрет на одном из боссов один раз, даже два. А шансов у него на это все меньше и меньше. О, это интересно, да? О, это огромный инстант спарк от Скотти, и мы увидим, что Джастин Баттл самый сильный босс в игре Катсин-Скип. И он его нанесет! Нанесет! Это будет круто! Вот это, кстати, горячо. Считается то, что Катсин-Скип, но не сказал бы, что это большой. Снова битва с Сэмми. И вот здесь вот... Вот здесь вот... Вот, 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 вот. Вы видите, он мажет. В идеале вообще ни одного выстрела не должны промазать. Но это очень сложно, потому что нагрев вот этой вот лицевой пластины, которая защищает Эмми, на самом очень, очень, очень быстро сбрасывается. Прям невероятно быстро. Если вы пару раз промажете, там он охладеет так, как вы стреляли. Ну вот, ледяные ракеты, наконец-то, получили. Вещь клевая. Но сюжетно. Вот именно, сюжетно. Здесь, мне кажется, их немного... Так. Добавили по принципу. У нас были ледяные ракеты, пусть будут. Но мне кажется, надо было другие. Потому что я не совсем понимаю, почему Самус восстанавливает их, поглощая Эмми. Ну ладно. И сами по себе, ледяные ракеты имеют модификацию такую, что... Они против метроидов были эффективны. И против Дарк Самус, потому что она тоже метроид. И вот эти вот... Ледяные ракеты в этой части просто заморачивают врагов. Пульсирующий радар. Далее. Да, это интересный выбор для Эмми, чтобы сделать. Это... Это странно. Я никогда не видел этого раньше. Я, по-моему, не знаю. Так. Пульс радар в Метроид Дреде у нас... Она ему вообще покажет хотя бы раз? По-моему, нет. Я не знаю. Это... Вещь, которая подсвечивает вам невидимые блоки. Я не знаю, нажмёт ли раннер хотя бы раз... Хотя бы один раз эту кнопку завести спидран. Потому что... Смысл пульс радара в том, что он выделяет условные секреты. Я в скобках тоже беру. Потому что... Это именно такие... Области квадратов, которые мы можем разрушить. в Гаверин. Потому что вы должны... Но мы с бедра не знаем, где все они находятся. И нам от него не хватало толку. Адарк Самус это кто? Это... Если очень кратко, это Самус, которая создана из генов, получается. Ну да, это клон Самус по большей части. Это вот... Она появилась в Метроид Прайм... Метроид Прайм Экос? Вот в какой части Метроидов она возникла? Сейчас. Я тебе вспомню. В Эхосе? В первом Эхосе, по-моему, возникла. Даже раньше, может. По-моему, в Эхосе. Я вот не помню, в какой части она возникла. Но весь смысл в том, что она является чистым клоном Самуса после того, как она победила Метроидов на Талане 4. Вот мне хочется узнать, потому что она в сюжете появляется постоянно, то есть она не мертва. Но полноценно мы о ней ничего не знаем. Вот именно как она устроена, что она из себя представляет, почему она преследует нас зачастую. Самус плюс Метроид равно Дарк Самус? Не совсем. Самус... Сейчас, чисто технически, Самус содержит в себе клетки Метроидов, потому что ее федерация спасала от заражения с помощью того, что интегрировала в нее клетки Метроидов, из-за чего у нас костюм перестал работать. И у нас получается так, что Дарк Самус, как противник-то, она полностью уничтожена Самус. То есть она может выступать уже как антагонист, но не как какое-то зло. И вот непонятно, что с ней происходит. Я вот лично хотел бы узнать исход этих событий с Дарк Самус, но, как обычно, Нинтендо не очень хочет заниматься чем-то серией Метроидов. Я не знаю почему. В общем, как? Там же что произошло? Метроид, который Праймовский Метроид, поглотил костюм Самус и часть ее ДНК, и тем самым появилась Дарк Самус. Но поскольку это часть поглощенного костюма Самус и ее ДНК, она не может быть полноценным Метроидом, потому что Метроиды – это в сюжете игры полноценная форма жизни, которая представляет из себя определенный вид. А Дарк Самус – это скорее симбион такой полноценный. И у нее точно была уязвимость к холоду, как у Метроидов. И что с ней происходит после того, как условно произошла финальная битва с персонажем, не очень-то понятно, потому что она у нас в этих фигурировала в немниках федерации. Панда чаще всего выступала как злодей, если так подумать, но без нее можно хороший персонаж сделать. – Они когда скопировали клетки Самус, они только костюм воссоздали, или человеческую оболочку тоже? – Нет, это тоже неизвестно. – Мы четко знаем, что есть Дарк Самус, потому что костюм. Хоть костюм, но не то чтобы она говорила. Но у нее точно есть сознание, потому что она уничтожала пиратов, например. Она вызывала Самус на дуэль, и было сражение с ней. То есть мы ее выбрасывали в космос, условно, да, и формально навсегда уничтожили. Но она в одной из частей тоже была выброшена в космос, уничтожена, поглотив там. Я не помню, что она поглотила, восстановила свою оболочку. То есть как злодея ее можно воскресить, но можно сделать персонажа хорошего. Тоже непонятно. Ты все равно не понял, как это чейкло. Дарк Самус, персонаж, который вот не фигурирует в этом метроиде, это просто ответвление для того, чтобы заполнить стандартный ранг, который уже был, кстати, и на один раз. Это персонаж, который в серии появляется, но полноценно что с ним происходит, не ясно, потому что в серии это всего семь игр за тридцатых лет. И развития пока идей-то особой нет. Сколько минут на тайме? 57-53. А мы полностью таймер перекрываем, да? Ну да, даже за того, что гонка чуть-чуть съехал. А, извините, там 57-53. Это клоны Бигбосса. Если кто не знает, чей кто, чей клон, это все Бигбоссы. Дарк Самус в прайме 2 получился. Не, мы про самую первую версию, которая все это зародила, которая там возрождалась, не возрождалась. О! Пост, кстати, офигенный справа. У него очень неприятные механики, потому что вот эти слэш-атаки невероятно сложно дожатся в первый раз. И вот казуально этот луч тоже такой неприятный, потому что, как видите, он может стрелять им вправо-влево, и вам действительно надо знать, что вы делаете из-за того, что он оставляет вот эту вот ядовитую лужицу под собой и наносит урон. А поскольку вы казуально проходите, у вас на самом деле больше похоже на прохождение Венни-проценте, в котором вы не знаете, где все улучшения ХП и не можете просто его фейстанчить. Босс неприятный, и у него есть ваншот механики. Вот, поехало. Вот он вас тут просто заплюет. Вы только посмотрите на вот эти отлаженные. Вот насколько Раммер хорошо все использует, потому что видите, как только его начинает кушать, ну как, ветер и толкать, он врубает бэк Самус, чтобы его не прижал к стенке, и он не получил лишний урон. Хоть ему это и не обязательно, из-за того, что у него слишком много ХП на 100%, он все равно делает так, как это БТН. Прайм заменил Самус настоящим на Хлон со своими клетками, а Дарк Самус ставит. Блин, хороший сюжет, не нравится. У него нет никакого хранения. Вы можете вернуться к Артарио с этим белым телепортом, который, интересно говоря, самый длинный телепортер. Вот здесь мы, кстати, видим применение метода перемещения с помощью вот этого вот телепортера условного. Я не знаю, что эта технология нас перемещает, но скорее похожа на телепортер, потому что, как вы видите, мы сейчас вот так вот светимся, начинается вот эта вот анимация, телепортация, и мы переходим. Это хорошая экономия времени. Ну, кстати, Джастинс хорошо нагоняет. Вот прям, он хорошо держится, учитывая, что он потерял время, он все еще не теряет дух, продолжает. Вот именно у них разница в сколько? 3 минуты где-то в двери. Может скоти даст ему шанс и умрет. О, кстати, справа скрю атака наконец-то появилась. Вот сейчас начнется отличнейшее перемещение. Атака винтом. Да, скрю атака. Ну вот, 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 вот. Видите, во время прыжка она такая светится. Это скрю атака, и теперь мы можем в прыжке убивать врагов. То есть они больше не наносят нам урона никакого, если мы с ними соприкасаемся в прыжке. У нас ничто не может остановить. Это самая лучшая вещь в микроидах. Вот, мы просто прыгаем во врага, и он такой, ну все. Мое время пришло, нам даже стрелять в них не надо. Может просто в них влететь вот так вот. Руки. Это минимальная сложность на 100%. Там в спидран коме есть категорию на каждую сложность, но ранят тут на руки, потому что марафон. Ну вот, кстати, сейчас был буст на бомбах, если вы не заметили. Это тоже хорошая вещь. В основном все оптимизации, которые тут происходят в НМЧ, связаны с тем, что мы используем то, что можно как бы назвать гличом, но гличом не является. Это просто такое улучшенное перемещение в игре для того, чтобы сэкономить время на обходах. Мы, например, не идем по длинному кругу, который должны делать. Мы просто делаем пару не очень легальных прыжков, чтобы сэкономить время на прохождении. А почему мы все еще не подадрали ракету слева. Знаешь, у меня есть подозрение, что Джастин не знает, где он пропустил ракеты. Я не буду это утверждать, но если это так, то скорее всего у него даже раны под конец. Я не буду это утверждать. На последний апгрейд у него, по-моему, должно быть сто... Я не буду это утверждать. 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 Я не буду это установить. ханубия just to head back to ferrenia at this point we're nearing the end of end of the game quote-unquote before entering clean up so just a few quick more items to grab before entering again before entering clean up yeah as a further application of pseudo wave beam you can see cross bombs don't work you can actually see that apple as well this allows you to pull grapple blocks from behind 290 же на руки должно быть максимум ракет просто вопрос где justins пропустила ракеты yeah the little worm yeah the little worm ordinarily you'd have to if you missed the manipulation you have to screw attack onto it it's the only thing that kills it other than ice missiles but obviously ice missiles are slow so entering ferrenia now this is now upper ferrenia this is the section of the game where we originally saw the purple emmy i mentioned it already the purple emmy in this section is blind to compensate for that it has the longest uh section or the longest radius of where it can see you um the thing with this though is because it's blind it doesn't always see you even if it sees you so a lot of the times we're able to utilize a lot of our ledge jumps and uh mantling in order to efficiently move through ferrenia um in order to grab um the storm missiles which are coming up along with actually movement to the wave beam itself yeah and you see scotty demonstrating as well the that intended short cut to space jump using the spark and the cross bombs in order to get up into that uh that little hole in the ceiling what was that scotty you is your controller on fire my guy you gotta calm down a little bit of the yeah and tell me how much of going um what i've never seen this either in a dream i've never seen that what i've never seen that i've never seen this either i haven't seen this as well like i've started to experience a lot of Ikut Storm that's a lot of minute and a lot of speedtech that's used in hundo especially in cleanup so you know this is his classroom essentially Сейчас замечается, что Скотти нашел многие техники, которые используются в ранее, особенно 100%. Да, произойти может всякое, конечно, насчет лунки, но тут маловероятно. Потому что Джастинс должен еще ракету туда собрать. И мы сейчас находимся в зоне, где-то снова активно. Так что, много этого движения, опять же, будет зависеть на где-то Эмми. Браво, Скотти, это гораздо сложнее, чем это выглядит. Да, вы просто просто дупите его и проходите прямо через него. Да, опять же, протокол вы должны быть следователем, когда вы входите эти секции, вы должны быть играть в честь с Эмми. Вы должны быть, например, один или два шага, в зависимости от того, как вы увидите, когда вы входите Эмми зоны. Так что, например, Скотти встал в эту Эмми зону, и вы увидите, как бы, в районе «хонекомб», как он просто сделал, сразу, сразу. Так что это означает, что Эмми будет сразу к твоему праву, так что вы должны быть готовы, либо прыгать в него, либо... ...вторых движениях. Вот сейчас нам объясняют логику принятия решения, когда вы увидите Эмми. Потому что при... ...моменте, когда Эмми вас замечают, у вас есть только несколько действий, либо дешнуться, либо перепрыгнуть, потому что задевание модели Эмми вызывает как-то ценную анимацию, в которой вы должны спорировать, чтобы выжать и настичь у вас фаншот нет. То есть, если вы ошиблись, то Эмми просто вас дезинфигурирует. И, конечно, для того, чтобы выиграть это, если выиграли, что-то, как бы выиграли, это очень глубокий уровень, что-то это очень глубокий уровень, и что-то это просто Потому что это бросает миссию, или строма миссии, я должен сказать. М-м-м. М-м. Это зависит от того, как это происходит. Как я доджу это. И... Это просто просто просто... И? Это просто просто просто... И это просто просто просто... И это просто просто... Есть несколько методов вы можете сделать для этого. Но... Скотти ended up doing... Движит. В проб tous сезонов. Везде. И, б... У-а-а-а. У-а-а. У-а-а-а. У-а-а. У-а-а. У-а-а-а-а-а. У-а-а-а-а. У-а-а. У-а-а-а-а-а-а. как видеть тактика убийства кстати сместилась на скорую атаку И у нас только так, у нас 50$ от Адама, который говорит, что это заставить единственного животного, что важно, Рэйвенбек. И 10$ от Одинфроста, который говорит, что рада видеть, что это лучший игрок Бетроид, получает 100% показатель. И в словах Горианского Руба, как видите, вас заметила Эми, вы ждёте у двери. Пока. Вот здесь вот отмечаю, что повезло, что он двигался достаточно быстро, из-за чего патруль режим Эми ресетнулся до того, как она стала отслеживать нас. Но если бы Эми начала нас отслеживать, это всё, это провал был бы, нам пришлось бы от неё сначала спрятаться, а только потом попасть в двери. И тогда, я думаю, просто процесс, что это заставить. И потому что мы имеем так много, у нас в этой моменте, Ференея Сью, это просто 2-хит. И шинеспарк попсит, как мы видим, и Гаварин, и то, что скрюеттатк, мы просто 1-shot, что Брин. И что, что Скотти будет начать делать, это пирпл Эми кил, который будет вновлено, что это пирпл Эми кил, и это пирпл, similarly к Тария, это пирпл, это пирпл. Это пирпл, но это не очень тяжелый пирпл, где нужно, что ты только можешь потерять 6-хитов максимум, и это пирпл, опять же, ты должен быть очень-очень конкретным с пирплами, а то, что ты не сможешь получить пирпл. Эми, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Ужас, раннер погибает. Да, вы должны, я же говорю, это может произойти. Это максимально жестокий момент, из-за того, что местные Эми, они ланшотают, и окно парирования просто невероятно низкое, я бы сказал, на любое. Даже на этой сложности? На Рокке? На любое, это вообще не влияет, там, меньше секунды, мне кажется. Должен просто, значит, откоснуться и уже парировать. Вы что ли у него в этот раз? Он должен сломать ее, о, да, все. То есть, пружжок это парирование, получается, сработало, да? Нет, сейчас он закончит. Вот так вот должен был выглядеть изначальный маршрут его убийства, но в первый раз Скотти промазал несколькими выстрелами, из-за чего Эми подошел ближе, чем планировалось, и ему пришлось прослайдить вниз и ловить его снизу, то есть, неважно, это и так, и так работает, но тот момент, когда он не попал выстрелом, это сразу приговор был, потому что он не может выбраться, он не перепрыгнет Эми в полный рост, и это вот ловушка, место, где он стоит. Если здесь промазать, то тебя просто ваншотнут. Ну как, не ваншот, у тебя есть две попытки парирования условных в обычном сценарии и одна попытка в его сценарии, его просто ваншотнуло. Ну вот это знак свыше, чтобы раннер слева получил шанс догнать его. Хотя он приблизился. Это хороший рулок, вот именно такой хороший момент, потому что, наконец-то, бомка хоть как-то продолжается. Вот, кстати, вейвбим нам дали. Теперь можно стрелять сквозь стенок. Ну это прямо, да уж, такой промах добавлен. Как будто бы специально было сделано. Вот, все, видите, сквозь стенок смеляем. Слышки будут сейчас. Слышки аккуратно, да, там слышки все дела. Ну такое предупреждение не так ярко будет, как в Dead Space, например. Да, в руки 190 ракет получается у нас. Вот, кстати, яркий взрыв, который был. Это вот войны чозы уже почти полноценные. Но не совсем, это все так же, все еще мутация, это не оригинальные чозы. Но вы можете посмотреть на количество хп, которое у нас осталось от одной их атаки, и представьте, что вы не собирали 100% улучшений вас просто ваншотнуть. Да, ну и не процент, получается, сложная категория. Да, это, наверное, самая сложная категория из всех, что возможно. А 0% это просто... Ну не сильно, кстати, сложнее ни процентов, и мы все равно все скипаем. Вот видите, слева Джастинс тоже танкует. Эти удары можно станковать на 100%. Это даже выгоднее, быстрее получается. Но она теперь полностью активирует эти силы, которые дадут ей от нее, Метроид-баби. Так что она теперь полностью восстанавливает себя, как часть Метроида, и сейчас будет способствовать эти силы, чтобы обслуживать чозы, и мы смогли теперь поглощить из-за этого Солдат Чозы. Вот этих вот. Вот, видите, вот эти яркие взрывы? Это типа супер-бомба. Так он бахает. У нас их всего четыре. И мы подбираем апгрейды до пяти. И они говорят о том, что мы используем технику того, что перемещаемся в комнату в момент анимации взрыва, потому что мы можем перенести... Не анимацию. Вот взрывной урон в следующую комнату, если перейдем в правильный тайминг, поэтому мы это будем часто использовать из-за того, что этот взрыв сделан не так, как... Можно предположить, он не взрывается в определенной комнате, он вот эту анимацию запускает, и эта анимация как раз таки все разрушает. Ой, как же Джастин сейчас... Да. Вот видите то, что у Джастинова произошло? Это момент, когда использование супер-бомбы было не очень эффективным из-за того, что ее ставят, взрывают и идут дальше для того, чтобы не ломать препятствия, которые мешают нашему передвижению, и он по времени не успел, они восстановились, поэтому пришлось тратить время на то, чтобы заново все это сделать. В общем, это... О, это просто留意ея. Вот где-то у нас. Долгая. Связанная. Вот на дэш, а мы его давно уж получили, это ускорение. Мы им пользовались периодически просто для его эффективного использования надо, как оно называется, большое пространство, чтобы утилизировать все это дело, утилизировать, да, англицизма, чтобы максимально эффективно использовать вот здесь вот, например, пролетаем огромный сегмент, чтобы долететь до танка сверху, это очень, очень важно, потому что следующая часть, Берения's clean-up, это просто ужасно, без поворотбомбов. Таким образом, в том числе, что он имеет максимум поворотбомбов, он стоит 7 максов, он basically осуществляет, что он имеет next-to-фlawless Берения. Да, да, да. There's a-a boss fight in Берения that, uh, that is much much slower if you don't have any, so... Сегнификантливый, да, что ты можешь吹ить normally, что-нормаминое, но, um, это что-то хоббит-то это восхалистрела, что ещё два-робот-солдерат Hunt, и дверь здесь тоже жить ко мне. Да, только один. ЧТО един, один, по-вс У нас уранер говорит, есть костюм, гравити сует, который позволяет воде передвигаться свободно, без анимации плавания, и это позволяет быстрее передвигаться. Да, потому что анимация плавания, это скорее просто замедление. Ну как, да, это плавание было. Просто он замедляет нас довольно странно, а вот этот гравити сует, он просто делает анимацию в воде так, будто бы это обычное движение. О, кстати, справа мы закончили коллекцию ракет, 190 это кап для руки сложностей. А их больше или меньше? Меньше, меньше. Сейчас я даже на память скажу, по-моему на 30 меньше. Сейчас. В... Не, не на 30. Там у нас стартовых ракет меньше. На... Сейчас. 5, по-моему, стартовых ракет. Да, 5. 290. Мы собираем одно и то же количество апгрейдов, 15 лишних ракет. Вот, 15 лишних ракет у нас. Вот это. Все правильно, 275. Хочу заметить. Амибо дает, по-моему, 10 ракет. Двести. Погоди. Тут уже двести. Окей, пора смотреть. Метероид. Руки. Сложность. Прекрасная игра, жаль на свитче. У меня нет свитча. Я загуглил, но пока нет этой версии игры. Вот почему я про нее ничего не знаю. Подняли еще ракет очки. Плюс 2. 206. 275, да, Макс. 15... 15... 15 бомб. На руки больше их. 275. А, Альжевый значок. Это, наверное, супер-бомба. Да, и я знаю, что вы... Да, это супер-бомба. Их 15 будет. Амибо. Вспомнил, Амибо дает 10 ракет. Да, это 4. Да, это 3. И я их расскажу, когда мы там приступим. Но это 3, которые я... Амибо... Амибо... Просто 3 катарис. Догоняет, да, дышит в дотылок. Это 3, которые я считаю... О, в самом деле, мы сделаем ракет немного интереснее. Но это 3, которые я называю, это 3, которые я называю, это 3, которые очень длинные и очень сложные ракеты, все в катарисе, все в 1 минуту и полу. И чтобы их эффективно, ты должен быть, как, ментально оборудован. Так, это... Да. Так, мы поговорим больше о том, когда мы в катарисе выйдет. Ремейк. Мне интересно, поиграть в 3-ю было бы. Но пока. Да. Если говорить про ремейки. Я пользовался Юзу один раз. Играл в... в этот... в 3 дома. Fire Emblem. Жаль, там много крутых игр, но пока их не делают. Уф. О, секретик прикольный. Прикиньте, такой поднимаешься газуально по стене, а там окажется секрет. Супер неочевидно. Ну, для этого, как раз таки, радар, который, помнишь, выдавали в качестве модификации. Да. Вот он сканит такие вещи, стены, подсвечивает. Это очень полезно в казуальном прохождении, но бесполезно для ранов. Я в Hollow Knight запарился собирать вот эти секреты. Я в Hollow Knight даже не пытался это сделать. Я как-то... не знаю, он прям очень сложно для меня оказался по структуре локаций. Вот, я не знаю, Metroid Red мне чуть попроще был, я там даже не терялся особо. Ну, хотя один момент был, у меня в Metroid Red я минут на 30 или 45 застрял в месте, где надо было разломать стены, просто постреляв в них. А я как-то не додумался, я все ходил вокруг дома. Смотри, смотри, они ракеты взяли одновременно, они прям в унисон играют. В одну-две зашли. Ну, это как бы хорошо, но можно посмотреть на количество ракет и заметить некоторые проблемы. Все. Ну, уже впереди. Буквально на ваших глазах произошел рывок. Ну, да, у него почему-то больше ракет. Две. Ну, одной модификации не хватает. Ну, опять же, строительство в среднем уровне. Очень тяжелый рывок, опять же, как-то вармап. Для... Джастин пропустил один апгрейд. Это вот... У него будет не полная кризис. Это вот, у него будет не полная кризис. У него будет не полная кризис. Это действительно потрясающе. Я имею в виду, ты можешь... У тебя в основном это вот эти вот... Как называется механика, когда ты с помощью... Это же этот... Иголка у него или как оружие называется? Игла, но... И вот ты можешь с помощью него от врагов отпрыгивать, вовремя ударяя, и тем самым там прыгать на него голову, атаковать их. В Метроиде ты должен именно дальней атакой атаковать и позиционироваться от врага, чтобы он тебя не задел какими-то ракетами и всякими разными штуками, которые он в тебя кидает. Холл Найт все-таки, мне кажется, ближе к этим... К Драк Солсам по идее, то что ты держишься на ближней дистанции больше. Там билд мага же полноценно не сделать Холл Найт. Вот что примерно полноценно. Поэтому, мне кажется, кому-то легче будет Холл Найт. За исключением платформинга Холл Найт, господи, как же он сложный был. Там есть коридор, коридор какой-то... Я не помню, как он называется, правильно? Там нужно очень много по иголкам прыгать и проходить всякие пазлы, чтобы убить концовку секретную. Я его только на прохождениях видел, потому что я попробовал пару раз и все. Я нетерпеливый человек, очень сильно нетерпеливый, поэтому мне очень тяжело даются платформинг секции, где надо что-то неспешно учиться, чтобы попрыгать по платформе. Мне кажется это слишком скучным и тяжелым. Поэтому там 100% метроидов пройти это для меня достижение всегда. Там из серии, из принципа доделаю, но доделаю. Там концовка сложная есть в Холл Найт. Там дилстичная, где нужно всех золотых боссов победить. Точно не помню, как она называется. Там босс Раш, нужно победить всех боссов много раз. Если ты хоть раз погибаешь, все это сразу в руин. Ранеры даже иногда не могут пройти сразу. За один трай. Я люблю вот такие вещи, когда делать что-то для хардкорных фанатов. Вот, кстати, трипл бим, который отталкивает вот эти вот конструкции. Рыных стенок идеально. О-о-о-о-о. Скотти оптил для безопасной версии. Там, причем, доска сделан. Ты боссов проходишь более-менее нормально. И последний самый сложный босс. То есть сран слить в конце только можно. Ну так, стабильно. И ты до этого должен играть. Мне из-за этого, кстати, нравится Нир. У Нира с гештальтом битва, да? Не, не с гештальтом, с гегелем. Битва с гегелем. Она, наоборот, чем дольше ты эту битву ведешь, тем она легче становится. Потому что у него же там шары есть, которые тебя тортуют. Чем больше ты их убрал, тем легче тебе становится. Ну, я смотрел там у одного раннера. Он говорит, в конце там тоже RNG может неудачно выпасть, и ты ран сливаешь. На последнем боссе. О-о-о. В концовке, вот, которая... Ну, не помню, это и вроде. Вроде и концовка. Обычное прохождение игры, то есть. Первый раз. Прайби Рибби, да? Крутая игра. О-о-о. Вспоминаю. Крутая игра. О-о-о. О-о. Крутая игра из такой кусачий у меня. Из хороших метро 2, вот недавних могу точно вспомнить Fist, который вот рекламили. Он, по-моему, либо где-то выдавался, либо геймпасе появился, но я в него почему-то поиграл. Из-за того, что вы рекламировали, он мне понравился. Да, она очень похожа, которая вот от разработчиков И вот, подсказали, люди бы EGS Fist раздавали, вот. Я в него поиграл, прям, очень крутая микроидвания. Но это не этот. Скажи, микроидвания больше боевого типа, нежели классического собирательного. А вот в чате говорят, смотрели TV очень хорошая игра. Ну, это Bullet Hell, кто любит Bullet Hell. Но там много снарядов и так далее, уворачиваться надо. То есть, это типично, вот, Bullet Hell. У кого хватает периферийного зрения, чтобы доджить это все, тем понравится игра. А, может быть, спидран. У нас 50$ от Sam Leinhardt, который говорит, что я сделал 100% это игра. А, ну вот. Вот в бастере начался все, извиняюсь. Ну, не то, что совсем уж Bullet Hell. Да. Вещь такая. Тяжеленькая. 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 Задачимая имена за рун. Я смотрю на бидвор. Шен в... Ну, это имя Рис. Тяжеленькая. Тяжеленькая. И�. Игра Фист называется. Все честно было. Скоро еще Hollow Knight выйдет, которая называется Silk Son. Наконец-то. Когда-нибудь она выйдет. В каком году он был анонсирован, кто помнит из сторожев? Я точно помню, что он был бы в 22 году как должна была выйти вроде. Четыре года назад ее где-то анонсировали. Она просто была как DLC, потом Silk Son переросла в полноценную игру, там разработка очень где-то... Вот, фанаты говорят в 18 году ее начали. Четыре года. Ну это полноценное время разработки игры. Отличная игра будет, я считаю, когда выйдет. Но я тоже очень сильно верю. И вот во что я сомневаюсь, но очень жду, это RPG от After To The Moon. Да, ты увидишь еще один из этих, в самом деле, индийские игры тоже. Эхе. 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 Прям, очень интересный рейтинг. Прям, очень интересный жду. Поднимаем ракеты, симулятор поднимания ракет. У нас уже 260. По ракеты можно определить, кто лидирует. И вот, да. Уроки математики начались. Арифметики начались. А, 24, 20, 18, 6. Ну вот, люди... Шесть лет. Спасибо, что напоминаете. Мне базовую математику. Четыре года это именно разработка полноценной... А, игры... Ну, игры полноценной. Потому что изначально DLC... Два года для DLC с инди-студии это нормально. Плюс еще четыре года как полноценный проект. Просто All Night вот именно оригинальный, который... Я, наверное, даже не могу назвать ни одной игры, которая будет на его уровне проработки с точки зрения локаций и продолжительности. Ну да, она долгая. Плюс там DLC, еще сильнее игру продлевает. Она просто на кике стартовала, по-моему, в... Блин, я там уже диплом писал, это 14-й год был. И она с 14-го до какого-то года там релизилась. Долго, по-моему. По-моему, тоже около четырех лет там жила игра как разработка. У меня с All Night вообще странная история связывает. Я когда эту игру в Марфоне увидел, я подумал, что это за ерунда вообще? А когда сам поиграл, вообще по-другому начал думать. Игра вообще сильно понравилась. В этой части нет животных тут спасать некого, поэтому они собирают на спасение зверюшек. Я про Hollow Knight могу сказать только одно, я ее на PS4 прошел, да? Эта четверка, по-моему, была. И она мне не понравилась в начале. Я ее бросил... Время. Я Hollow Knight бросал, наверное, раз 7-8. Потому что начало у нее очень, 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 очень скучное. Я вот его даже перепройти не могу, хотя хотелось бы, потому что... Начало мне, не знаю, как-то слишком скучное. Ты в начале вообще ничего не можешь, у тебя все закрыто, никого нет. Никакого вжига ты не встретишь. Просто вот идешь по такой пустынной... Пустынной, вот именно пустынной такой локации. А потом... Чем больше ты в нее играешь, тем больше ты в ней проникаешься. Тем более вариативные локации, тем больше возможностей у тебя прям. Восхитительно работает. Мне не нравился квест, короче, в Hollow Knight там, где нужно было цветок донести. Со стороны кладбища, через несколько локаций, через телепортов до определенной другой локации. И ты не должен получать урон вообще от врагов. Это очень бесячий квест, если кто-то его знает. Жесть, как у меня раздражало этот квест, чтобы его выполнить. Кстати, интересный момент. Hollow Knight сделан на Unity. Потому что... Вот этого я, кстати, не подозревал. Я думал, это какой-то стандартный движок разработчиков, который они сами делали. Очень... Очень хорошо ощущается игра. Сейчас все на Unity, мне кажется, делают. Ну, это какая-то крупная компания. Ну, это какая-то крупная компания. Дорогой донат. Я делаю небольшое уточнение, что... Скотти все еще обгоняет, потому что у Скотти... Больше ракет. Не честно. И... 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 Подстава. И он остановил игру, чтобы честно было. Второй ран уже остановил игру. Можно было не останавливать. Я бы сказал, что пускай продолжает. Сейчас окажется, что нет геймпада второго. Батарейка за спидранью. Батарейка за спидранью. Батарейка за спидранью. У меня есть $250 от Джек Тарок. Никакого коммента, но спасибо за эту огромную дону. И $100 от Джек. Это бы не страшно, если мы не могли увидеть бонус-мария 64. Совершенно вернусь. $50 от Бупа Скупа. Да нет, там все есть. Да нет, там все есть. Можем официально заявлять за Снайвер Хэппен Пифор. Рано, что у него сел контроллер за час. Он видимо забыл зарядить. Он не заряжен. Батарея старая. А, консолька, скорее всего контроллер. Это свитч, да? Получается, где батарея стоит. А они с этого играют. Как я понимаю, это проконтроллер у них. Из-за того, что когда он достал свитч, там джейконы прикреплены были. То есть он проконтроллер. Возможно, вообще ошибка свеча. А, ну вот он пытается подключить питание, ну как, провоз, чтобы консоль законнектилась, как я понимаю. 25$ от Ninja Kid не только метроид Дредд делает серию правильной в его выполнении, но и движение тех, который показан на руководителях в этой рейсе, абсолютно неудобно. Я люблю каждый минут. Это еще еще фантастическое AGDQ. Сделано, как мы говорим. И песни в чате вспоминают. Сразу видно, какого возраста зритель. Ну, ждем, пока подключат контроллер. Он, видимо, не видит контроллер. Да. С коннектом проблема. Техлуд, короче, да, получается? Да. Он победил его. Контроллер съел, он его победил. Ну ладно, сейчас они там техническую паузу возьмут. И уже из зала там настраивать будут за кадром. Без технического образования не разобраться. Нужны специалисты, которые разбираются. Сейчас они их пригласят. Про Марио говорят драм процент, барабан процент. 100 тысяч долларов. Если наберут Super Mario 64, барабан процент будет. Кто-нибудь знает, что это значит? Барабан процент. Скорее всего, барабанный какого-нибудь играть будет. Это ж Mario, я не знаю. Контроллер есть такой барабанный. Да, есть драм-драм. Точно знаю драм-драму есть, который для этого. Как он называется? Сейчас поговори о свите. На свите, там где есть барабан. Сейчас поговори, поговори. Тайк, но Тасуджин. Тайк, но Тасуджин. Драм-энд-фан. У меня есть контроллер барабан. Мне очень нравится играть. Я верю. Весело. Контроллер в виде барабанов для куба. Вот в 5-й подсказывает. Но все равно огромная донация. Спасибо большое. 50$ от BitDragon. Все сегодняшние раны были потрясающими. Я не могу ждать. Супер Марио 64 драм-персент. Загуглю, да. Я вижу, как он выглядит. Забавно. Драм-персент 100 тысяч. Если наберем, то будет на контроллере барабанном. Чата, как сильно по барабану бить можно? Можно с ней набить по барабану? Да, да. Я играл просто с драмом. Там он хорошо держит. Ну, ты его вряд ли сломаешь. Позадить профессионального барабанщика. Не, он не выдержит. Это 100%. Я как-то встречал барабанщика. Там они так по барабану бьют, что я офигеваю, что барабаны вообще жилые. Надеюсь, прям удар поставлен. А у тебя трансляция наша по Дискорд не зависает? Зависает, да. У меня все хорошо. Знаете, это хорошо. Я думаю, что мы сможем поставить это немного выше. Если кто-то спросит мне, я буду поставить Дискорд. Ну, у нас... Еще и звук иногда ломается. Трещать начинает. У нас кто-то напал на мануло, поэтому не все еще плохо. Игру показывают, вроде бы называется... Покажите документы. Ну, там, что-то пейпа. Вот так. Нужно документы принимать и проверять на ошибки. Документы, пожалуйста. Пейпа Сплис. Ну, а вроде бы это она. Может быть, это похожая игра? Это и есть Пейпа Сплис, которая... Адорабл Эйприл из Серипашек ниндзей. Рисунок Эйприлу Нил. Маленькие картинки SM64. $10 от Джей Йин. Поздравляю Джастин и Скотти за еще одно великое показание. И благодаря Меркьюри Стиму, что дали нашему коммунисту такой веселый и солидный игрок, чтобы играть с ним. Какая-то 250-доллар донацион. Чуть-чуть не доиграли, представляете? Буквально 10-15 минут рано оставалось. Сейчас пауза может продлиться столько времени. Ну, столько и продлиться, я думаю. И, как всегда, спаси животных. А если моя матка правильно, то есть, что-то есть по поводу спасения животных. А что это значит? Я вообще не в теме. Что есть спасти животных? У Метроид... Да, в Метроиде есть зверюшки такие, которых в спидране не спасают из-за того, что долго. Но обычно них собирают на то, чтобы их спасти. Отдельно в Донейшн Гоу. Это только в каких-то определенных Метроидах? А, это в Метроиде. Ну, вот в Дриде нет до этого. Да. Там, по-моему, даже на Реддите огромный пост был насчет того, что где в Метроиде животные в Дриде. Их мы спасаем в каком? Я даже не помню. Я не хочу... На память... Это точно какой-то классический Метроид? Супер Метроид! Во! Верняка Супер Метроид. Вот, почти 100% уверен. Сейчас будет пока сейчас даже проверим. А, да, Супер Метроид. Да, Супер Метроид. Это значит, Супер Метроид их спасает. Огонь. Да, они по разных нас и сделали 100%. За спасением, где спасение. Сейчас могут просто сказать, что раны. Извините, не можем закончить. Продолжаем. Дальше в расписании. Ну, возможно, один Раннер доиграет. Чисто показатель об игру. У второго вроде все нормально было. Да, у них обоих все нормально. Они просто раны могли продолжить, но не спортивные. Все-таки, ГДК такой придерживается каких-то условных спортивных правил поведения на таких вот гонках. А после этой игры будут всеми любимые покемоны. Я очень знаю, как любят все покемонов в чате. Вот. Покемон Кристал. Рандомайзер на 1.50. Фулл айтем рандомайзер. Коуп. Прикольная игра. Еще и рандомайзер, еще и коуп. Надеюсь, дака там будет. Ну ладно, тут я думаю, рандомайзер будет хороший. О, мы еще будем таковинок в тайм. Мы готовы. Сейчас начнется. Ура. Все, продолжаю. Аплодисменты за то, что проблема решена, непредвиденные обстоятельства были. Говорит комментатор. О, думаю, 100% на вид мэри будет 2016 года. Да, стык за кайф. Да, не профессор. Да, но о партонайзер на боссе, на наступающейся. Мы уже уже видели, как мы потратили это. Я думаю, что мы сомневались. Так, так. Так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так, так. Так, так. Так. У нас слева замораживает гриб, вот справа можете видеть это для того, чтобы платформинг был проще, сказать, что это более стабильная платформа, когда она заморожена, чем когда она не заморожена. И, конечно, он просто не уходил на него, но он будет спарки, как с помощью него появляться до нашего уровня. И теперь он будет спарки его вместе с этим, как мы называемый лагерем, который подходит в полную нагрузку. Играет. 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 еще один одно расширение для ракет осталось поднять перед тем как будет сто процентов для двух раннеров они примерно близки 290 миссис 290 ракет будет после последнего расширения скоро будет золотой какой-то солдат который очень много урона наносит если получить урон особым навыкам который у него есть ребят и они как жмыхнут так и не поднимешься как говорится в обычном прохождении меня унижали буквально унижали это кстати абсолютно честная гонка началась из-за того что они выровнялись полностью 290 ракет абсолютно идентично микро ошибки зарешают сейчас тоже вырвется вперед последнему босс отправляемся после этой битвы на первой фазе мы не наносим ему урон мы ему щит ломаем используя там стратегии специально есть оранжи в битве можем от 10-15 секунд потерять соответственно будет лучше оранжи вот тут не совсем это скипазы вопрос в том как они реализуют эту возможность extremely challenging one at that yeah luckily and hundred percentages you have so many items and so much health specifically that it's pretty safe to take damage boost scotties комментатор одевать очки чтобы ослепительная битва не такая уж казалась не скепликали их Да, это скид. Сразу фаза 2. Идеальный расчет урона. Если что, вот специальный спот, который нас не достает. Пока что. Пока что похоже на то, что Скотти не успеет выиграть. Ну вот он, ну и две атаки только может делать враг, когда мы находимся в левой стороне. Которые нам не мешают. Вот сейчас отмечают, что Скотти взял контр, хотя контр не обязательно, ну как невыгодно брать. Если вы не убиваете его в кат-сцене, и смотрите, что произошло. Скотти выиграл по времени. Он выиграл по времени в файте, в который зашел позже. Это потому, что он взял контр. О, если вы не поняли, как он взял это время, это потому, что он взял один контр. В контуре он нанес больше урона и все. То есть контр вы берете только в том случае, если не убиваете в контуре противника, потому что пока контр не завершится, вы не получите анимацию перехода на следующую фазу, заставку и так далее. А Скотти взял именно в тайминге, когда он четко знал, что не убьет врага. Так что, опять же, эскаперс, и время будет, как мы потеряем контроль от Самис, когда он уходит на корабль. Да. Не, ну тут и все. Недакон. Три секунды разницы у них будет. Три секунды. Три секунды. Это Инферния после quiet robe. Три коммуникает «Hi» от Discord. Это требуется. Я не потерял. И вы видите, что они здесь лягивают пауэрбом? Вдруг мегалазер делит каждый блок, у них пауэрбом бросать эти блоки, чтобы он будет немного быстрее. Давайте посмотрим, что Скотти идет еще один шаг, который называется Арканди Спарк. Он это идет. Джустин тоже идет. Оба из них пауэрбом берет. Этв чека «Хранов» пытались оптимовать охрану. Но, безумно, не успешно. Оба из них не смогли сделать. Это позволяет тебе voyи дальше в этом доме, где ты можешь поедать в консультуре отoudа дважды. Три секунды разницу. О, вауууу. Так, еще разницы уменяйте. И здесь, уже сейчас. 3 секунды вот это вот это финал секунды разница вот это был стонгс конца 100 процент 290